МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА После дождичка потоп в городском округе Клин ликвидирует последствия выпадения обильных осадков. Наиболее пострадали от ливней садовые товарищества. Все затоплено. А вода была просто до леса. Время цветов. Городские клумбы обновляют к летнему сезону. Всего в теплое время года в округе высаживают более 150 тысяч однолетников. Наши клумбы вы можете увидеть на сквере Афанасьева, на мемориале, в третьем микрорайоне. Читайте и будьте здоровы. Клинские библиотеки открыли двери для первых посетителей. Главное – строго соблюдать меры санитарной безопасности. А мне хочется пожелать, особенно в сегодняшних условиях, непростых условиях, чтобы все были здоровы. Центр добровольной помощи продолжает работу. Заявки по-прежнему можно оставлять на горячей линии. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Снятость наблюдения – 2210 человек. Всего 986 человек заболели коронавирусом. Выполняем инструкции Минздрава. Вместе победим коронавирус. Оставайтесь дома. Соблюдайте дистанцию 2 метра между людьми. И обязательно мойте руки. Эти инструкции призваны спасти жизнь. Запрещено собрание более 10 человек. Супермаркеты и аптеки продолжают работать. Рестораны и заведения общепита работают без приема посетителей. Желательно работать из дома. По возможности не пользуйтесь общественным транспортом. Выходим на улицу только при необходимости, на работу или по уважительной причине. Соблюдение дистанции призвано спасти жизнь. Не гулять на игровых площадках. Не посещать парки или пляжи. Это не отпуск. Оставайтесь дома. Вместе победим коронавирус. Ребят, все серьезно. И не время валять дурака. Если кто-то до сих пор не услышал, подскажите своим близким, помогите им соблюдать дисциплину. Работа проводится ежедневно. Мы, согласно требованиям Роспотребнадзора, проводим дисфекцию в краженном подъезде. Мы набрали своих докторов из нашей больницы. Низкий им поклон. Конечно, у нас нет опыта работы подобного рода на больницах, но я думаю, что у нас все получится. 23 марта, когда мы приступили, вот массово встали в ситуацию, что мы должны начать дистанционное обучение, наши технологии и системы, которые были в пользовании, всегда работали без сбоев, они просто встали. Но это было объяснимо. Мы не отрицали этого. Заработная плата сохранена. Да, и более того, мы стараемся все это делать своевременно. Задержки, выплаты, авансы и заработной платы пока у нас нет. Два месяца на самоизоляции, как мы работали на удаленке, учились онлайн и праздновали победу. Переживем заново в прямом эфире. О том, какие маски сорвала пандемия и как будем жить дальше, расскажет глава ОКУГА. Любовь Елисеева из дачного дома выходит в высоких рыболовных сапогах. К огороду пройти практически невозможно. В СНД поляну у деревни Теликтино ливневые дожди затопили участок не только пенсионерки, но и соседей. Все затоплено. А вода была вот просто вот до туда, до леса. Вот здесь это у нас как бы уже немножко уходит. Сейчас уже уходит. А то она была до леса. Тут вообще нельзя было пройти. Огороды здесь, огороды там. И вот везде у нас. Парни-парни, по-моему, засажем семя. Помидоры уже там цвели. И все, ну, как бы, вот. Нас как бы на изоляцию отправили сюда в марте месяце. И вот мы на этой изоляции все тут делали. В СНД поляна много опытных садоводов. Только вздохнули после посадочных работ. Но после потопа урожай этого года под вопросом. Слишком близко расположен местный пруд к нескольким участкам. Но он и стал причиной наводнения. Несколько лет подряд стоял вопрос о том, чтобы восстановить там трубу, которая водоотводная была из пожарного пруда. Однако председатель СНТ никаких пример так и не предпринял. Хотел бы призвать всех председателей СНТ, там, где есть территорию общего пользования, дороги, пруды пожарные, все, что связано с водой, это обязанность председателя следить за тем, чтобы не было вот таких проблем. Стихия оставила отпечаток в восьми муниципалитетах Подмосковья. Остаются подтопленными 211 приусадебных участков, 15 дачных домов. В городском округе Клин жилые дома не пострадали. Но на улице рабочие разлилась река Сестра. Под водой скрылись огороды. В некоторых домах пришлось откачивать воду из подвалов. Здесь у нас постоянно регулярно работают шланги растянуты, насос работает. Сутками качаем. Это вот уже мы откачали, грубо говоря. Это просто остатки. Проливные дожди продолжаются в регионе с пятницы. По словам губернатора, за три дня в Подмосковье выпала двухмесячная норма осадков. При этом специалисты прогнозируют, дожди не прекратятся и на этой неделе. Мы видим обращение жителей, которые беспокоились за то, чтобы та или иная проблема была решена. Все эти проблемы будут ликвидированы за текущие сутки. Нужно время для того, чтобы помпа смогла убрать лишнюю воду на каких-то участках. Поэтому здесь ситуация находится под контролем. Последствия сильных дождей активно ликвидируют коммунальные службы. В городском округе Клин точечно работают по обращениям. Данные собирают с каждого поселения. Чрезвычайных ситуаций в муниципалитете не было. Но мы напоминаем, в случае затопления жилого дома обращайтесь в службу 112. Анастасия Галкина, Александр Сидей, Александр Киселев. Новости дня. От цвели тюльпаны. Время сажать летние цветы. Клеома, вербина банарская, бегония и колоцефалус в этом году послужат украшением клумбы на круговом движении. Посадка зоны ответственности МБУ городское хозяйство. На всех клумбах мы ведем высадку однолетних растений. То есть наши клумбы вы можете увидеть на сквере Афанасьева, на мемориале. В третьем микрорайоне стоят стойки. Во дворике есть клумба. Также клумба есть управление образования, верста, знак Клин. Ежегодно в городском округе высаживается более 150 тысяч цветов. Далеко не все растения остаются на своих местах. Часть, увы, перекочевывает на дачи или во дворы наших жителей. Подпорная стена на Ленина – яркий пример. В Клину стало слишком много вандалов. Остаются у меня цветочки, я высаживаю. Если у меня цветы не остаются, я оставляю пустые клумбы. У меня нет возможности каждый раз подсаживать цветы. Это финансово, я не располагаю такими возможностями. Впрочем, на варваров есть управа. Система «Безопасный регион» фиксирует подобные случаи. Общественные пространства, парки и скверы оборудованы камерами видеонаблюдения. Вандалам грозит административная ответственность. Поддержка бизнеса – одна из самых важных тем сегодня. Отсрочка по налогам, беспроцентный кредит на заработную плату. Гостиничный комплекс «Клинское подворье» уже получил льготы. А вот вопросы бесперебойной работы предприятия «Елочка», напрямую связанного с туристическим комплексом, решаются постепенно с помощью муниципалитета. Муниципалитет в лице Совета депутатов поддержал инициативу о предоставлении рассрочки по платежам за земельно-имущественный налог. И до октября месяца предоставлена рассрочка именно предприятию. У «Елочки» возникли проблемы с получением поддержки от государства для категории «Наиболее пострадавшие отрасли» из-за неточностей в документах. В начале мая предприятие привело все бумаги в порядок. Мы обратились в налоговую инспекцию, получили официальный ответ. Мы обратились с ходатайством к администрации. Алена Дмитриевна нам помогает активно, потому что подано ходатайство в правительство Московской области. И мы сейчас, собрав этот пакет, уже будем обращаться в межведомственную комиссию при Минэкономразвитии для того, чтобы точечно, адресно рассмотрели нашу проблему. «Елочка» входит в перечень системы образующих предприятий Российской Федерации. Здесь работает 242 человека. Сейчас фабрика готовится получить государственную поддержку как предприятие народного промысла. Полина Лешко, Александр Сидей, Александр Киселев. Новости дня. Спасибо врачам, говорят дети, ученики Московской коррекционной школы-интерната для слабовидящих. Ребята свои эмоции изобразили на бумаге. Позже иллюстрации перенесли на магнитики и значки. На базе нашей школы есть волонтерский отряд «Дари добро». И мы с воспитанниками участвуем в различных акциях. Это и по сбору макулатуры акции, и крышечка мира. Мы собираем крышечки. И сейчас, в наше непростое время, нелегкое, мы, глядя на то, как работают наши врачи, спасая жизни других людей, жертвуя своей жизнью, решали поддержать их. Ольга Брызгалова, коренная клинчанка, работает педагогом-организатором в школе для слабовидящих деток. Именно она предложила сказать спасибо нашим клинским врачам. Медицинские работники всегда, ну, очень тепло относятся именно к таким подаркам, потому что вот эти положительные эмоции, которые несут в себе и магнитики, и значки, придают нам силы работать. Подарки передадут медикам, которые работают с пациентами с диагнозом COVID-19 в перепрофилированном медицинском центре в Высоковске. Телевидение «Поиск» в цифровом качестве на 22-й кнопке. Как настроить без мастера? Легко. Если телевизор поддерживает цифровое вещание, обновите список каналов. Для этого заходим в меню, выбираем автонастройку, затем жмем клавишу «Ок». Телевидение «Поиск» автоматически перестроится на 22-ю кнопку. Вариант настройки с цифровой приставкой – это плюс два клика. В пульте от приставки выбираем меню. Далее «Поиск каналов». Ручной режим. И ищем 27-й канал с частотой 522 МГц. Подтверждаем клавишей «Ок». После автоматического сохранения смотрите ТВ-поиск на 22-й кнопке. Итак, набирайте в адресной строке поиск-тв.рум. В главном окне – онлайн-трансляция нашего телеканала. Мы просим подключаться к онлайн, чтобы оценить работу сайта и при необходимости скорректировать ее. На главной странице сайта поиск-тв.ру в отдельных блоках размещены репортажи и текстовые новости о событиях в округе. Сориентироваться поможет заголовок. Теперь о меню. В разделе «Новости» размещаются информационные выпуски в полном формате. В разделе «Телепрограмма» публикуется программа «ТВ-поиск на неделю». В разделе «Реклама» – информация для потенциальных рекламодателей. Вкладка «Контакты» сориентирует по связи с нашей редакцией. И еще раз подчеркнем – это рабочая версия сайта. Доработка обязательно. От пользователей ждем реакции и предложения. Как много у вас сегодня посетителей прошло? За сегодня очень много. Соскучились все, да? Да. Соскучились все по библиотеке, всем хочется живых книг. Соскучились по бумажным книгам – вперед в библиотеку, но по предварительной записи. С 1 июня взять томик домой можно во всех библиотеках региона. Однако стандарты посещения изменились в связи с профилактикой коронавирусной инфекции. В Центральной детской библиотеке все по новым саннормам. При входе измеряют температуру, при необходимости выдают маски. Сотрудники также в масках и перчатках. На столах – антисептики для дезинфекции рук, а на полу – дистанционная разметка. В день открытия только эту библиотеку посетили почти 30 человек. За время самоизоляции юные читатели устали от электронных книг и дружно пришли за бумажными томиками. А есть же сейчас возможность читать в электронных носителях? Мне книжки больше нравится читать. Ну, воображение как-то лучше работает, и глаза устают меньше. Для книг, которые принесли из дома, отдельное место – корзина карантинных книг. Их складируют в изолированной и тщательно проветриваемой комнате на пять дней. Потом книжки выставляют на полки, и их разбирают читатели. Кстати, день открытия библиотеки совпал с Днем защиты детей. Сотрудники провели онлайн-интерактив и поздравили ребятишек с праздником. А мне хочется пожелать, особенно в сегодняшних условиях, непростых условиях, чтобы все были здоровы. А когда дети рядом с мамой, дети здоровы – это самое-самое большое счастье. Так что, ребята, будьте здоровы. Записаться в библиотеку можно по телефону 2-16-41. При себе необходимо иметь маску и перчатки. Полина Лешко, Александр Сидейник, Итокистанов. Новости дня. Новости дня. На портале Добродел начался сбор предложений по строительству тротуаров на областных дорогах в 2021 году. Он продлится до 10 июня. Голосование пройдет в два этапа – сбор предложений в течение 10 дней, а затем до конца месяца – голосование. Перечень для второго этапа включат те участки вдоль региональных дорог, которые предложили жители и участки, отобранные профессиональными ведомствами. Всего с помощью жителей Подмосковья определят 25% от общей программы строительства новых тротуаров в 2021 году. Религиозные организации в Московской области снова будут доступны для посещения прихожан с 3 июня. Ранее граждане не могли посещать религиозные объекты региона в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Для посещения прихожан храмы Московского региона закрылись 11 апреля до особого распоряжения. Религиозные обряды и праздники проводились в онлайн-формате. Посещение храмов разрешается при соблюдении всех необходимых санитарно-эпидемиологических предписаний. С 3 июня в Московской области разрешается оплата проезда на общественном транспорте с помощью банковских карт. Ранее в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией в регионе ввели ограничения на оплату проезда наличными деньгами и банковскими картами. Для оплаты проезда принималась только транспортная карта «Стрелка». При поездках в транспорте граждане должны быть в масках, также рекомендуется надевать перчатки. 31 мая в частном домовладении в городе Высокус городского округа Клин было обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Сейчас следователи проводят комплекс следственных мероприятий, которые помогут установить все обстоятельства трагедии. Специалисты уже осмотрели место происшествия, они опрашивают соседей и родственников погибшего. Также с места происшествия изъят обрез охотничьего ружья. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Дарья Шевченко на ногах целый день. Длинный список с адресами, тяжелые коробки с продовольственной помощью или сумки с продуктами – это будни волонтера. Время у молодой женщины есть, а она в отпуске. Вот только вместо отдыха Дарья решила вступить в ряды добровольных помощников. Я давно хотела, просто не было времени, а так как я ушла сейчас в отпуск, время появилось достаточно, и вот решила заняться хорошим делом. Дарья и ее товарищи с нетерпением ждут в разных уголках округа. У многих пожилых людей добровольцы-энтузиасты – это единственная связь с внешним миром. Ну я обращаюсь, когда мне нужно продукты купить, мусор вынести, в аптеку сходить. Всегда приходят, очень вежливые, очень исполнительные. Если что-то, в чем-то сомневаются, перезванивают, спрашивают, вам вот это купить или вот это. Ну очень приятно, что вот о нас в пенсионерах заботятся. По профессии Дарья – учитель химии и биологии. В семье молодого педагога двое детей. Каждый день после объезда подопечных Дарья рассказывает малышам о том, как прошел ее день и почему вместо положенного отдыха она накручивает десятки километров по округу, оказывая безвозмездную помощь. Я дочку маленькую свою всегда приручаю к тому, чтобы ходить на те же самые субботники. То есть мы всегда идем, акции «Посади дерево», которые проходят у нас в районе, в школах, мы всегда в них участвуем. И вот дочка сейчас тоже пойдет в первый класс, стараясь, чтобы она тоже уже в ней это привить, потому что нужно помогать людям. В Центре добровольной помощи сейчас около 80 человек. Волонтерят по очереди. Ежедневно на горячую линию поступает до 30 заявок. Жители просят купить продукты, предметы первой необходимости, лекарства. Диспетчеры Центра принимают заявки по телефону. 3-64-99 и 8-985-369-27-31. Волонтеры приходят к жителям, только предварительно позвонив. С собой обязательно есть удостоверение. Чтобы не нарваться на мошенников, спрашивайте документы. Анастасия Галкина, Александр Сидей, Никита Кистанов. Новости дня. Детство, детство, ты куда бежишь? Детство, детство, ты куда сбежишь? Не наигрался я еще с тобой. Детство, детство, ты куда постой? А я хочу, а я хочу опять По крышам бегать, голубей гонять. Дразнить Наташку, дерзнуть за разум. Нас сам опять мчатся по двору. Старушки из красоты нас бедят, Не узнают вчерашних забея. А мы с Наташкой по двору идем, И нет нам дела больше ни о чем. А я хочу, а я хочу опять По крышам бегать, голубей гонять. Дразнить Наташку, дерзнуть за разум. Нас сам опять мчатся по двору. Детство, детство, детство. Вечный огонь Это непокоренный дух советского солдата и состоит из трех фигур. Воин Красной Армии и Санитарка поддерживают раненого бойца. Первой ударной армией Западного фронта на момент начала контрнаступления под Москвой числились 11 отдельных лыжных батальонов. Все они были сформированы осенью 1941 года. В каждом батальоне около тысячи бойцов, по две роты минометов и станковых пулеметов. В ходе контрнаступления под Москвой лыжбаты в основном использовались как обычная линейная пехота. Первый лыжный батальон двигался в авангарде первой ударной армии. И 14 декабря его штурмовые подразделения одними из первых прорвались в южные пригороды Клина. В 1957 году рядом с солдатами на мемориале перезахоронили и Мишу Балакирева, клинского пионера, участника городского подполья, расстрелянного немцами за день до освобождения Клина. Михаил Балакирев родился в 1928 году в деревне Максимова, Латашинского района. Переехав в Клин, семья Балакиревых поселилась в собственном небольшом доме по адресу Менделеевская улица, 33. Отец работал плотником, мать воспитывала троих детей – Мишу и двух девочек. Сам Михаил учился в средней школе номер 4 и в мае 1941 года окончил пятый класс. Мишу и двух девочек. В связи с повышенной готовностью в целях противодействия коронавирусной инфекции открыты специальные горячие линии. По Московской области – 8 800 550 50 30. По России – 8 800 200 01 12. Если у вас есть признаки вирусной инфекции, кашель, насморк, температура, вызовите врача на дом, не посещая поликлинику по телефону 8 800 550 50 30. Вызвать врача на дом можно также по следующим телефонам. Детская поликлиника – 3 11 11. Поликлиника номер 1 – 7 00 92. Поликлиника номер 2 – 2 52 32. Поликлиника номер 3 – 2 51 21. Поликлиника номер 4 – город Высоковск 6 25 98. Решетниковская врачебная амбулатория – 5 26 49. Нудульская врачебная амбулатория – 5 41 03. Зубовская врачебная амбулатория – 5 36 96. Село Воздвиженское – 5 61 41. Село Петровское – 6 46 87. 6 47 17. Для пациентов с онкологическими заболеваниями онкоконсилиум временно проводится в здании поликлиники номер 1, 2 этаж, конференц-зал. Информацию о работе консилиума можно получить по телефону 8 496 24 761 46 и 8 962 923 91 04 с понедельника по пятницу с 9 до 15 часов. Амбулаторный прием онкологических пациентов проводится в кабинетах номер 208 и 210 поликлиники номер 1. Записаться на госпитализацию можно в кабинете номер 202. Онкологическое отделение временно располагается на территории больничного комплекса по адресу город Клин, улица Победы, владение 2, хирургический корпус. Скорую помощь, полицию, пожарную и газовую службы, а также ГИБДД и МЧС вызываем по единому номеру службы спасения Московской области – 112. Бригады работают без выходных и готовы прийти на помощь в любое время суток. Засорилась канализация или нет холодной воды? Телефон аварийной службы водоканала 2 42 77. Остались без горячей воды и отопления? Обращайтесь в теплосеть по телефону 206 44. Если вдруг отключили электричество, обратиться можно в службу Мосэнерго. Телефон 2 55 13. Телефон Единой службы ЖКХ по городскому округу Клин – 904 90. А Единая диспетчерская служба городского округа Клин ответит вам по номеру 2 33 87. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok